Всем привет, с вами Дмитрий из Galileo Sky и мы продолжаем знакомиться с функционалом PO Конфигуратор. В предыдущих видео мы разобрали все доступные вкладки в меню настройки. Давайте теперь познакомимся с остальными пунктами меню. Следующим после меню настроек идет редактор фильтров. Как понятно из названия, редактор фильтров позволяет нам создавать и редактировать фильтры. Например, можно производить террировку датчиков уровня топлива или производить усреднение получаемых значений. Всего доступно 7 фильтров. Скользящая средняя, фильтр разница с предыдущим значением, таблица тарировки, фильтр датчика топлива, фильтр математических операций, интегрирование и суммирование. У нас уже есть видео, в которых мы подробно разбираем функционал фильтров. Ссылку, как обычно, вы найдете в описании. Давайте для примера попробуем создать простой фильтр, который будет производить усреднение значения датчика уровня топлива за 10 секунд. Для начала добавляем на поле блок «Получить параметр». В настройках блока выбираем тег уровня топлива датчика с адресом 0 на интерфейсе RS485. Теперь добавляем вспомогательный фильтр «Период выборки» и задаем период в 1000 миллисекунд. Другими словами, в наш фильтр значения с датчика топлива будут попадать один раз в секунду. Добавляем фильтр «Скользящая средняя». В настройках фильтра задаем количество значений для усреднения 10. Все, что нам остается сделать, это сохранить результат работы фильтра в новый тег. Теоретически, мы можем сохранять результат фильтрации в тег исходных данных. Но мы настоятельно не рекомендуем так делать, потому что в некоторые моменты времени может возникать ситуация, когда в пакет с сохраненными тегами будут попадать сырые значения датчика вместо отфильтрованных, что может оказать влияние на аналитику в ПО-мониторинге. Вместо этого мы можем сохранить обработанные данные в новый тег. Например, значение с дуд с адресом 1. Для этого добавляем блок «Сохранить параметр» и в его настройках выбираем тег RS485.DUD1. Соединяем все блоки нашего фильтра. Также нам нужно задать имя фильтра в левом верхнем углу экрана. Теперь мы можем сохранить наш фильтр как локально на нашем компьютере, так и в облачное хранилище нашей учетной записи сервиса удаленного конфигурирования. Обратите внимание, что при сохранении фильтра на сервере вы можете загружать созданный вами фильтр на удаленные терминалы с помощью команды «Скрипт» по аналогии с процедурой загрузки алгоритмов. Единственное отличие фильтра в данном случае это маркер «Точка фильтр», который система добавляет автоматически. Этот маркер мы обязательно добавляем в нашей команде для загрузки фильтра с помощью команды. Конечно же вы также можете загрузить ваш фильтр локально с помощью кнопки «Загрузить алгоритм». Последнее, что вам нужно сделать, это на вкладке «Протокол» в основной пакет добавить тег датчика уровня топлива с адресом 1, в который наш фильтр сохраняет отфильтрованные значения. Если сырые данные с датчика уровня топлива вам не нужны, то исходный тег датчика уровня топлива с адресом 0 можно убрать из пакета. Я напомню, что более подробно ознакомиться со всеми доступными фильтрами вы можете в серии видео, которые доступны по ссылке в описании. В данном видео мы лишь знакомимся с функционалом. Что ж, как видите, процесс создания фильтров совсем не сложный и позволяет вам получать уже обработанные данные в вашем ПО-мониторинге. На этом все, с вами был Дмитрий, до новых встреч! Продолжение следует...